Девушки отдыхают В бизнесе мы должны учить об этом, чтобы видеть, что происходит вокруг нас, дабы быть успешными в конкуренции на рынке. Осознавать духовное необходимо для нашего благополучия. Находясь в церкви, занимаясь церковными делами, переживая эмоции, чтение Библии недостаточно для духовной осознанности. Можно так взаимодействовать с окружающим миром, что Бог будет приносить самое лучшее в вашу жизнь. Пусть это станет нашей мишенью в сегодняшнем изучении. Приятного вам просмотра. Мы будем говорить о духовной осознанности. Будем просить Бога оценить нашу духовную осознанность. Мы не преуспеем в жизни, не исполним цели Бога, не имея высокой степени духовной осознанности. То, как мы познали церковь, практиковали свою веру, не соответствует вызовам данного времени. Меня это не пугает, а радует. Есть новые возможности. Как возникли новые возможности для общения, новые способы передачи информации, так же по-новому Бог открывает глаза своему народу. Не хочу пропустить это. Говоря о духовном, я имею в виду то, что выходит за рамки времени. Самый большой вызов для нас — ограниченность во времени. В молодости кажется, что время тянет тебя назад. Ты торопишься, чтобы быстрее оказаться впереди. А время движется недостаточно быстро для тебя. Ты хочешь нажать на газ. А сколько тебе лет? Мне 4,5. Мне почти 5. И как будто застреваешь в этом времени. Календарь не так быстро переворачивается, а ты хочешь закончить школу, сделать то и это. Затем наступает сезон, когда время бежит слишком быстро. Я не слышал, чтобы кто-то говорил мне 59,5. Почти 60. Не так много. Время уже играет другую роль и другую перспективу. Время ограничивает нас. Но говоря о духовном, мы понимаем, что они выходят за пределы времени. Духовное осознание приносит в жизни осознание тех вещей, ценность которых не измеряется временем. Я не против таких вещей. Я люблю вкусно поесть. Я за образование. Я обладаю логикой. Все это важно. Но они ограничены временем. Нам нужна высокая степень осознания духовного. Мы немного променяем. Мы сидим в церкви, ведем себя вежливо. Мы не развили нужную степень духовного осознания. Я немного порассуждаю сейчас. Можно стать самым усложненным, умным, успешным. Можно быть молодым, модным. Все это имеет вес в определенном времени. Они быстро проходят, как легкие упражнения. У кого из вас на этой неделе нет списка постов, посещений, общения в социальных сетях, в снэпчате, ватсапе? Не знаю, как вы, но я, наверное, раз в 12 там был. Не будет наказания. Мне любопытно. Просто признайтесь. Мы не отберем у вас телефоны. Просто, пожалуйста, поднимите свои руки. Я хочу увидеть вас. А кто из вас никогда ничего не размещал в Твиттере? Поднимите руку. Случается, да? А кто из вас знает того, кто хочет бросить репосты? Нет, не поднимайте руки. Три года назад таких возможностей даже не было в помине. Некоторые были, но большинство таких возможностей не существовали три года назад. Мы даже не представляли их себе. А у кого из вас был монокомпьютер с монохромным одноцветным дисплеем и точечным принтером? А вы считали, что находитесь на вершине развития технологии прогресса? С тем оранжевым монитором и принтер, который если печатал, то нельзя было разобрать слов. Но мы технократы. А у кого из вас был черный телефон с круглым дисковым набирателем? Ммм, какой антиквариат. А кто из вас никогда не видел дисковый набиратель на черном телефоне? Поднимите руку. Забавно. Вы не знаете, о чем я говорю? Ничего страшного. Вы знаете, с Богом все возможно. А кто из вас покупал музыкальные пластинки на виниловых? А кто из вас никогда не покупал таких альбомов? Виниловых, я имею в виду. Так я и думал. Мои дедушка и бабушка катались на повозке во время свиданий. Я ел с дедом за столом, ездил на тракторе, заливал бетон. Для меня это не древняя история. Они во время свиданий катались на повозке. Не потому, что это было новшеством. Это было самое быстрое и доступное средство передвижения — беговые лошади. А кто из вас седлал лошадь? Да, это церковь. Поэтому говорите тут правду. Вы не только видели лошадь или седло, но вы седлали сами лошадь? Хм, забавно. А кто ездил на лошади в город? Действительно? Теперь понятно. Я знаю, что южане говорят об этом. У нас сейчас велосипеды. В этом списке нет чего-то аморального, злого. Я думаю, что когда вы принимали участие во всем этом, вы считали, что находитесь на вершине инноваций, раздвигаете стены прогресса. Затем, оглядываясь назад, мы спохватываемся. Все, что является для вас сегодня самой последней новинкой или последней технологической разработкой, полвека назад над ними посмеялись бы. Мы сейчас оглядываемся назад и видим то, что было выдающимся. Мы к этому стремились. То, что приносит нам чувство удовлетворенности, не дает решения. Быстро исчезает. Даже если вы родители, прикладываете массу усилий, время быстро бежит. На вас это тоже оказывает влияние. Нет ничего неправильного во всех новинках. Но если наше осознание коренится только во времени, мы пропускаем вечность. Несколько недель мы будем просить Бога открывать наши сердца новым способом, чтобы мы проживали жизни не просто во времени, но чтобы мы делали вложение в вечность, которая превосходит земное. Разве это не радует? Давайте начнем с Откровения, 12 главы. Тут сказано, и произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, «Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Незвержен на землю, и ангелы его незвержены с ним». Михаил — это архангел, он ведет войну за Божие царства. Сатана и взбунтовавшиеся вместе с ним ангелы противостоят и церпят поражение. Михаил побеждает, Сатана изгнан, сказано, великий дракон, обольщающий всю вселенную. Вы знаете, что на планете Земля есть силы, задача которых — увести людей от Божьих целей. Противостояние, бунт против Божьих дел не зародились в сердцах людей или в разуме. Существуют духовные силы, которые инкубируют, разжигают пламя бунта против Бога. Вот почему мы никогда не ищем зло. Нам не нужно организовывать это. Нам не нужно разбираться со злом. Для того, чтобы зло остановилось, требуется более мощная сила. Мы должны узнать силу Бога. Нам надо понять, что это такое, как она высвобождается, как жить духовно осознанной жизнью, чтобы не поддаваться влиянию сил, которые обольщают всю землю. Мы будем продолжать и посмотрим десятый стих. В нем сказано, «И услышал я громкий голос, говорящий на небе». Ныне обведите это слово не в прошлом, не в будущем, а сейчас. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь. С небесных сфер на землю. Сатана живет и здравствует на планете Земля, противостоя целям Бога. Это проявляется в жизни людей. Библия говорит, «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего». Это Иоанна 3,16. Мы обычно считаем, что здесь говорится о распятии. Но самый первый шаг Бог отдал Сына, чтобы Он стал как мы. Модное слово для этого — реинкарнация. Сын Божий стал человеческим существом из плоти и крови. Бог позволил Своему Сыну стать одним из нас. Но зачем? Потому что так сильно любит нас. Треть ангелов не послушалась, но Сын Божий не стал ангелом. Мы не послушались Бога. У нас была проблема, которую мы не решили. Мы не могли расплатиться. И Бог вмешался. Он так сильно возлюбил нас, что послал Своего Сына. Библия не объясняет любовь Бога к человеку. Она утверждает это как факт. Сказано, угодно было Богу излить Свою милость и благодать на человека. Знаете, что Богу угодно благословлять вас? Бог желает, чтобы Его слава отражалась в нашей жизни. Он любит нас. И сатана понимает это. И поскольку он взбунтовался против Бога, поскольку он ненавидит цели Бога, он настроен разрушить вас и меня. Он намерен разрушить всех, через кого Бог желает излить Свою благодать, благословение и милость. Этот конфликт все еще происходит на земле. Если мы живем духовно, неосознанно, то становимся уязвимы. Я не прошу стать духовным фанатом, лунатиком или странным, но это сердцевина нашей истории. Посмотрите на 11 стих. Они, то есть верующие, победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Они поняли, что в жизни есть больше, чем дни и время. Как они преодолели сатану? Важно узнать формулу, данную нам здесь. Сказано, победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Власть, которую мы имеем, хрениться в кресте Иисуса Христа. Он пролил кровь. Обмен на кресте, о котором мы так много говорим в этом году. Но этот исторический факт сам по себе не приносит вам свободы. Мы должны применить его в жизни. Или, говори языком откровений, словом свидетельства. Что это означает? Взять кровь Агнца и применить ее в слове свидетельства. Самая лучшая иллюстрация в Писании находится в книге Исход. Евреи были рабами в Египте. Помните эту историю? И Бог отправляет пастуха из пустыни Моисея сказать фараону. Отпусти мой народ. Фараон отвечает нет. И разворачивается примечательный конфликт между фараоном и целями и волей Бога. Это происходит на глазах людей, но силы, участвующие в нем, гораздо сильнее человеческих. Моисей выпускает такие процессы, для которых у него нет своей силы. Казни, пришедшие на Египет. Когда казни заканчиваются, Египет опустошен. Его экономика разорена, Боги уничтожены. А в последнюю ночь в египетском рабстве им дано указание в каждом доме взять ягненка, приготовить его. Кровь вылить и помазать ею косяки и проемы дома. Помните? Она называется песок. Евреи празднуют песок и сегодня, спустя тысячелетия. Библия говорит, что Бог дал такое указание, потому что в ту ночь смерть должна была прийти на землю Египта. В каждом доме, где двери не были помазаны кровью, умирал бы первый рожден. И евреи ответили на это. Позвольте спросить вас. Как вы думаете, в каждом еврейском доме двери были помазаны кровью? Скажу вам, нет. Были скептики. Там были люди, прошедшие полпути. Может, они выросли среди евреев. Может, они ели соседями. Да это не так важно, но в ту ночь смерть пришла на землю египетскую. В каждый дом, где был первый рожден. Можете представить себе панику? Когда солнце встало, а смерть покрыла весь народ? И сказано, что они буквально выгнали весь еврейский народ. Уходите. Мы не хотим вас больше видеть. Забирайте наше золото. Забирайте наше серебро. Ужас напал на них. Они хотели, чтобы народ ушел до заката следующего дня. Такая у меня возникает картинка, когда я читаю тот стих из Откровения 12 главы. Мы побеждаем сатану кровью агнца и властью того, что произошло на кресте, когда мы применяем все это словом своего свидетельства. Вы знаете, что ваше слово имеет духовную власть? Я знаю, это неправильно понимается и используется. Этим манипулируют, но все это не отменяет истины. Еду можно неправильно использовать, но я продолжаю есть. Не позволяйте, когда кто-то использует неподходящим образом слова отталкивать от себя истину. Ваши слова имеют духовную власть. Я никогда не думал об этом, никогда не размышлял, никогда не сопоставил, но самое большое использованное слово это молитва. мы уменьшили мы уменьшили молитву, мы свернули ее. Мы поместили молитву в один из ящиков в особенном месте, в особенный час, в конце недели, но истина в том, что молитва это духовная власть, которую Бог вложил в вас для ежедневного пользования. Дома, на работе, у соседей, благословляйте детей. Как это делать? Ну, примерно так. Благословляю вас, дети мои. Можно лучше? Можете удлинить молитву, но в этом не вся суть. Я никогда не делал этого. Сегодня отличный день для начала. Разве вы не хотите, чтобы Бог благословил ваших детей? Почему бы вам не использовать слова для этого? Место, где вы работаете? Бог, приведи к процветанию. Никогда не думал об этом. Да, я знаю, что вы не думали. Нам дана необычайная власть, которой мы не пользуемся. Мы даже не вытаскиваем ее из чехла. А что, если мой супервизор придет? Мы не пользуемся таким языком здесь. вы можете жить в силе и власти Иисуса Христа четким осознанием, что такое власть. И у Бога есть цель для вашей жизни, в которой вы можете быть уверены. Для вашей поддержки мы хотим послать вам подарок сегодня, который состоит из трех компакт-дисков учения «Жить в духовном осознании». В дополнение к дискам мы отправляем пособия для изучения с инструментами и практикой для помощи в более духовно осознанной жизни. Позвоните по телефону, указанному на экране. Зайдите на наш сайт сегодня и получите свой особенный подарок. Спасибо за поддержку нашей программы. Вместе мы сотворим перемены. Духовная власть слов. Посмотрите. Евангелие от Матфея, 4 глава. Это об Иисусе. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему «Все это дам тебе, если впав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему «Отойди от меня, сатана, ибо написано «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол и вот ангелы приступили и служили ему». Здесь предстает переплетение вечного и временного. Царство этого мира и духовной власти сатана приходит к Иисусу, реинкарнированному Иисусу, к Иисусу воплоти. Он постился в пустыне 40 дней и появляется сатана. Ни другой человек, духовное существо. И он говорит Иисусу «Если поклонишься мне, я дам тебе власть над всеми земными царствами, у меня есть эта власть». Иисус упрекает его словом Бога. В одном отрывке Иисус признает духовную реальность, существование Бога, сатаны и его власти. Мы сражаемся с этим больше, чем должны бы. Если мы не примем перспективу Иисуса, четкую перспективу Иисуса, сатана это реальность, его власть реальна, конфликт царств реален, такова перспектива Иисуса. Если мы не принимаем ее, то может нам следует задуматься над тем названием, которое мы носим. Если мы называем себя последователями Христа, то его точка зрения должна иметь значение для нас. О, я знаю, что говорит об этом Библия, но я думаю, так. Я думаю, мы все подвержены такому отношению, но нам нужно перенастроить ее. Не думаю, что Бог дал нам свою перспективу за тем, чтобы мы предложили ему свою и провели дебаты. Если вы не готовы быть последователем Христа, то смените свое название. Скажите, я наблюдатель, у меня есть моральный код, но быть последователем Христа означает иметь границы Христа, перспективу Христа во всей своей жизни. Поэтому мы читаем Библию, вкладываем время в молитву, желаем меняться. Мои мысли, взгляды не являются стандартом. Я хочу полностью преобразоваться в образ Иисуса, а для этого мне нужна сила, моей воли недостаточно, сила моего характера не произведет такой перемены. Мне нужна власть пролица и крови Иисуса Христа на кресте, чтобы свобода вошла в мою жизнь. Я не думаю, что я особенный в этом смысле. В этом отрывке говорится о духовных силах, влияющих на нашу жизнь, как временно, так и вечно. Если мы хотим стать теми, кем нас Бог предназначил быть, мужем, женой, отцом, матерью, нам нужна высокая степень духовного осознания. Это изменит нашу жизнь. Один из составляющих элементов дискуссии о духовном паритете — это равенство. Если вы прислушаетесь к дискуссии среди христиан, можно увидеть, что битва между добром и злом очень напряженная. Мы не знаем, как чаша весов склонится, на чьей стороне будет перевес. Была такая игра. Семь дней. О победе зла. Это неправда. Не такую перспективу рисует нам Писание. Это обман. Контекст не совпадает с истиной. Посмотрите, Луки 10 главу. Он сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Сатана потерял место, для которого был сотворен. Он был сотворен Богом, самым прекрасным существом из всего сотворенного, но гордыня завладела им. Он сбунтовался против Бога и оставил место своего небесного пребывания. Он возглавил бунт и проиграл. Иисус сказал, «Я видел его падающего с небес». Посмотрите 12 главу. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». О чем здесь говорит Иисус? «Распятие» «Сие» говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. А что произошло на кресте? Почему это поэтизирует? Иисус совершил полное, необратимое поражение сатаны на кресте. Он сказал, «Я проложу путь, чтобы каждый мог принять участие в делах царства живого Бога через этот крест». Мы неправильно поняли. В спорте среди атлетов паритет является целью. В национальном футболе тратятся миллиарды долларов системы настроены на создание паритетов. Они хотят, чтобы все команды имели одинаковые шансы стать чемпионами. Если вы выиграли супербол в прошлом году, то соревноваться на этом уровне в этом году будет труднее, потому что другим командам предоставляется несправедливое равенство. Это хорошо для бизнеса, если местные команды имеют шанс играть на будущий год. Даже если они ужасно сыграли год назад, поэтому вклад делается в равенство, но не так с Богом. Народ Божий занимает центр его предназначения. и духовный конфликт, идущий на земле, не кончается. Я прочитал в истории, мы победили, царь возвращается, конфликт продолжается на земле. Я не отвергаю его. не преуменьшаю его. Зло действует и живет. Поэтому нам нужно более высокое осознание, чтобы распознать, что делает Бог, и отдать себя его делам. Поэтому мы не должны быть ограниченными временем. Если у нас нет представления о вечности, нет духовной осознанности, тогда наша жизнь ничем не отличается от жизни язычников. представьте, что мы определяем себя временем, местом и статусом только временного. Мы участники вечного царства, небесного царства. Время, которое вы вкладываете в Слово Божие, ценно. Оно дает вам уверенность в том, чего ожидать. Оно дает вам карту дорог этой местности. Оно расставляет указатели, чтобы вы оценили свой прогресс. Вы можете жить в силе и власти Иисуса Христа, четким осознанием, что такое власть. И у Бога есть цель для вашей жизни, в которой вы можете быть уверены. Для вашей поддержки мы хотим послать вам подарок сегодня, который состоит из трех компакт-дисков учения «Жить в духовном осознании». В дополнение к дискам мы отправляем пособия для изучения с инструментами и практикой для помощи в более духовно осознанной жизни. Позвоните по телефону, указанному на экране, зайдите на наш сайт сегодня и получите свой особенный подарок. Спасибо за поддержку нашей программы. Вместе мы сотворим перемены. Мы живем в мире духовного конфликта. Не нужно особенное развлечение, чтобы сказать, что зло существует в мире, но требуется больше духовного осознания, чтобы сделать выбор в пользу участия в Божьем Царстве. Когда вы рождаетесь в Божье Царство, вы наследуете противника. Он противостоит Божьим целям в вашей жизни. Если вы не знаете об этом, то ваша позиция проигрывает. Иногда мы думаем о себе, добры мы, хороши, ходим ли в церковь, следуем ли правилам, но не в этом дело. Мы сталкиваемся с вызовами тьмы, духовными силами в небесных сферах. Так говорит Библия. Я приглашаю вас жить более духовно осознанной жизнью, практиковать ежедневно и приносить победу Бога, надежду Бога, силу Бога, приносить плод в своей жизни. Я буду молиться за вас. Отец, спасибо силу, свободу, которую оно приносит нам. Я молюсь, чтобы ты дал каждому человеку глаза видеть и уши слышать самое свое лучшее, чтобы мы могли жить в победе Иисуса. Благословения вам. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое, глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся с пастором Алленом Джексон. Продолжение следует...